дорогие друзья добрый день и мы снова в гостях у марины дубровской ветеринарного врача с 35 летним стажем предыдущем видео мы обсуждали кризисную ситуацию с кормами ссылку в описании вы можете посмотреть либо здесь либо вот здесь в этом видео мы поговорим о том как нам заменить зарубежные ветеринарные препараты которые ушли с российского рынка чем же нам теперь наполнять нашу собачью аптечку этом нам сможет помочь рассказать рассказать марина здравствуйте марина здравствуйте хороший вопрос и давайте сначала прямо с аптечки хорошо да давай тем более что преодоление кризисной ситуации может спровоцировать что плохое переваривание у собаки значит что вот хочу показать вам препараты значит смотрите вот это вот у нас препараты бифидум бактерин который мы даем при расстройстве пищеварения собаки уже можно даже не обращаться к ветеринарному врачу это то что всегда нам нужно это ветеринарное это человечей человечей препарат в ветеринарной аптеке на фирме агро ветзащита а в з вы можете найти аналоги ветеринарный но я как-то предпочитаю отечественной тем более что знать какое есть преимущество вот у данного препарата во первых стоимость его там он порядка 120 или 130 рублей вы вижу такую такую массовку и так хорошо потом смотрите тут что очень важно то что мы пробовать в этот раз не будем то что у препарата нету защиты дрожеподобной которые нельзя нарушать то есть этот препарат можно делить на части вы знаете как мы с вами рассчитываем обычно мы с вами рассчитываем следующим образом человечей вес это 50 килограмм так рассчитывается препарат если больше 50 если там есть указание 1 2 таблетки соответственно если вы вести немножечко больше за 50 не будем уточнить сколько тогда конечно 2 а если вас вес до 50 то мы составляем обычную пропорцию как это мы делали на алгебре в школе и рассчитываем четкое количество препарата вот этой части таблеточки которые мы наши собаки даем препарат дешевый отечественный почему вот я вам честно скажу почему я предпочитаю иногда именно человечей препараты потому что они подлежат сертификации и проверки госкомнадзором то то есть это вот в обязательном порядке поэтому вот когда можно давать человечей препарат ради бога парида не подскажешь я смотрю у вас фасовка таблеточки таблеточки бактерии обычно это бывает даже и бактерии вот здесь очень важный момент то что если продается он лизированный то есть живые бактерии до которого ответ она за водой учтите что там 5 доз и 5 доз на взрослого человека если у нас собака весит 15 килограмм или 20 килограмм что мы делаем в это уменьшаем дозировку дело все в том что после разведения препарат действует течение двух часов не больше даже полтора часа значит смотрите мы берем этот пузыречек туда вставляем палочку для суши или какой тоненький предмет дробим вот эту вот массу которую нам нужно развести пополам допустим высыпаем этот пузырек закрываем резиновой пробочкой который вы открывали да а дальше заливаем водой причем количество воды но небольшое там 23 миллилитра но зависимость от размера собаки если это там скажем собака каникорса то ей можно там чуть не стакан но это шутка конечно я долго буду вливать препарат да 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 но это чего шприцы должны быть обязательно шприцы 5 10 и 2 миллиметровые должны быть обязательно в вашей аптечке поможем нашим я думаю что не все владельцы собак знают как можно воспользоваться шприцами чтобы сейчас покажем и так значит смотрите вот у меня допустим 10 миллиметровый шприц и 20 миллиметровый шприц 10 миллилитров шприц это стал десертная ложка 20 миллилитров это столовая ложка если вам ах хотела вам показать как по фирменному врачи скрывают шприцы но это шприцы из импортозамещения наши поэтому они открываются к сожалению не так как импортные значит мы берем набираем нужное нам количество еще раз 20 миллилитров это столовая ложка вот это вот у нас 10 миллилитров это соответственно десертная ложка 5 миллилитров чайная ложка берем собаку лохматую при том открываем ей щеку причем знаете что у терьеров рот достаточно короткий вот открываем вот ей просто щеку и вот мне не пихая в рот никуда просто за щеку вот таким вот образом заливаем но это чай без сахара был бы сахаром собак всегда проглотит то есть вот таким образом мы собаке даем тот или иной препарат и если мы говорим о бифидом бактерии который в жидком растворе должен проходить да то есть он дается и шприца ложкой вы перемажете всю собаку вылейте половину а здесь это попадет туда куда на главное что именно нужно за щеку до за щеку прям вот глубоко за щеку заводите и туда соответственно выпускаете жидкие препараты мы даем с помощью шприца если собака у вас конечно нью-йоркширский терьер или там маленькая то соответственно вам нужен шприц на 2 миллилитра это делать ну удобнее так скажем теперь значит смотрите очень важный момент давайте вернемся в старые советские рецепты которые работали сто процентов что у нас должно быть обязательно в аптечке помимо того что вы прочтете от заводчика полную инструкцию какого там вам нужно левомиколе иметь при себе так вот что нужно чтобы в аптечке обязательно была марганцовка марганцовый кислый калий что был крахмал в обязательном порядке и чтобы в аптечке в обязательном порядке была перекись водорода но это понятно крахмал марганцовка что-то еще умные он сейчас вспомню расскажу зачем это о хлористый кальций вот эти три вещи которые должны быть перекись водорода четыре вернее получается перекись водорода хлористый кальций марганцовка крахмал значит перекись водорода обязательно обеззараживают все раны это это тот без вопросов перекись водорода очень хорошо промывать уши собаки вы греете перекись водорода но там где вы погреете можно в руке можно но женщина греет сами знаете около души около души исключительно да можно под водой до температуры порядка там 39 градусов чтобы это перекись или температуры вашего тела поднимайте ухо кверху даже если ухо стоячие обязательно вы поднимаете это стоячее ухо просто оттягивать его кверху и заливайте туда теплую перекись водорода но так знаете вот так на глаз вот пока поле все на органике перекись шипит и поэтому она зашипит и всю грязь из уха поднимет кверху берете тампончик чистенький и это ухо протираете да вот это вот самый лучший не нужно там лазить лосьонами не нужно там какие-то покупать заоблачные капли для чистки ушей когда лучше всего это делать перекись водорода единство что она шипит и собака будет немножечко трясти головой но это не страшно главное что это бюджетно перекись водорода является бактериостатом то есть она останавливает жизнедеятельность бактерий и в том числе это нормально хороший смысл и заливаем а капельками ну капли да вот так вот ну знаете насколько там две три даже один миллилитр то есть две три четыре пять капель в зависимости от размера теперь для чего нам нужна марганцовка но кроме того что мы обрабатываем марганцовкой раны собачьи очень важный момент собачьи раны сушатся марганцовка обладает подсушивающим эффектом и поэтому очень хорошо обрабатывать ираны раствором марганцовки вы знаете раньше когда мы купили вали хвосты собаки мы как после того как хвост был отрезан мы прям засыпали сухую марганцовку образовывался струпик и на этом месте никогда не гноилась рано никогда ничего вот не происходило но не надо рану засыпать сухой марганцовкой понятное дело обрабатывать таким хорошим фиолетовеньким раствором очень хорошо она подсушивает как полезно кожа собаки только сейчас не продается продается если вы пойду одну штучку вам продадут а в интернет аптеке вам продадут и 10 штук и так марганцовка это очень хороший антисептик при расстройствах пищеварения при отравлениях розовая марганцовка прям светло-розовая вот знаете когда мы даем собака что-то сожрала на улице собака там что-то дома украла или там вы чувствуете ну как-то себя она не так чувствует либо не дай бог расстройство пищеварения марганцовка заваривает лучше чем вот этот вот пресловутый имодиум или вернее лапирамид потому что лапирамид это 20 рублей а имодиум 600 да а сейчас с курсом доллара так сами понимаете дороже и так значит марганцовка великолепно останавливает диарею она обеззараживает все она убивает какие попали вредные бактерии что заваривает стул великолепно как нам ее давать это ну прям разводите розовый и каждые два часа вливаете но зависимости от породы вот это каникурсы то есть столовую ложку канаталовая ложка они корска чайную ложку другим там мелким породам десертную соответственно средним каждые два часа даже можете полтора а сколько те целый день давай целый день следующий препарат крахмал зачем крахмал не знаете нет не знаю а значит столовая ложка на стакан холодной воды кипяченой разводится болтушкой и вот эта болтушка это самое лучшее средство от диареи опять-таки собачий больше того мы даем крахмал раствор крахмалом при гастритах когда собаку тошнит коричневый вот как чай такой жидкость да мы даем собаку даем собаки а вот этот крахмал причем допустим но опять-таки столовая чайная сами понимаете каждые полтора-два часа мы вливаем этот крахмал крахмал обволакивает вот это замена смекты это замена алмагели это замена фосфолиогели и же с ними вот больше того если эти препараты ну просто они нейтрализуют соляную кислоту да и так скажем обволакивают слизистую желудка то крахмал кроме того что он ее перекрывает и лечит да так плюс еще он дает питание и потому что это крахмал это еще еда конечно еда да картофельный крахмал вот при случае если собаку подташнивает если собака отказывается от еды опять-таки расстройство пищеварения лучший способ крахмал марганцовка вот пожалуйста старые дедовские способы которые применимы и которые сто процентов воздействуют на собаку крахмал марганцовка хлористый кальций для чего хлористый кальций ребят первое средство при аллергической реакции чтобы не дай бог не было отеков венки чтобы не дай бог было тяжелой аллергической реакции не супрастин супрастин обязательно потом мы даем но первое что мы делаем до хлористый кальций причем вот тут я дозировку вам четко не скажу вы смотрите смотрите непосредственно прям по таблице таблицы да там написано показания сколько там чего и заливаете в рот и вот здесь очень важный момент когда вы заливаете хлористый кальций собаки вы обязательно вот не за щеку уже в горло в горло для того чтобы не касалась зуба к зубам да потому что зубная эмаль портится от хлористого кальция то есть без контакта с зубами заливайте хлористый кальций первое средство и самое эффективное при аллергии это скорая помощь хлористый кальций потом вы даете супрастин либо там кларитин аналог его лапирамид стоит 26 рублей а вот то есть но очень понимаете потом те антигистамин и препараты которые вы знаете которые есть дома если ничего нету то обязательно приобретите правило так можно 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 зодок в каплях да он для детей там легче рассчитать дозу помните как рассчитывается доза обязательно человечий вес от 50 килограмм все что больше меньше строим на 2 умножаем да 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 вот то есть вот эти препараты нам нужны в обязательном порядке дальше навокаин навокаин 0 5 процентный для чего навокаин идет при рвоте обязательно если собаку рвет вот рвет прям невозможно вам ехать к ветеринару в поликлинику а собаку тошнит плюс вы сейчас поедете на машине там еще больше будет укачивается при подключиться вторичная так центральная рвота так скажем да и вот здесь нужен навокаин 0 5 процентный если это мелкая собака то это 2 миллилитра если это миттель шнауцер это где-то порядка 3-4 миллилитров на лабрадора соответственно 5-6 на стакане корса можно и 10 миллилитров навокаина что навокаин делает он блокирует рвотные центры которые расположены в верхних отделах желудка и вот по стенкам пищевода там три момента такие которые реагируют вот на как вызывает так скажем рвотный рефлекс для чего мы даем навокаин для того чтобы дать собаке лекарства потому что зачастую любое попадание даже воды в организм собаки может вызвать обратную реакцию да и поэтому вот это навокаина мы пользуемся именно для того чтобы снять рвоту и для того чтобы доехать до ветеринара который определит причину то есть вот эти препараты которые нам необходимы перекись водорода хлористый кальций амарганцовка крахмал и что мы еще называем каин навокаин до навокаин вот эти вот то что средства первой скорой помощи при тошноте при диарее да еще можно один препарат иметь обязательно это канва карвалол или волокардин а для чего спрашивается а для того что эти два препарата снимают у нас кишечные колики и так волокардин карвалол жидкий для чего это нужно присутствующие в этих препаратах фенобарбитал снимает спазмы гладкой мускулатуры и поэтому если собака у вас корчится от боли если она выгибает спинку вот так вот и поджимает под себя ноги это говорит о том что не идут спастические процессы в кишечнике и вот здесь у нас дозировка идет капля на 2 килограмма то есть одна капля на 2 килограмма разводите чуть-чуть водичкой и заливаете в рот нам не на сахарок да как нет не на сахарок нет это да это другие препараты идут не на сахарок а именно в рот заливаете этот препарат и если это каникорса то это 20 20 капель это предел ребят но если конечно это испанский массив там который 100 килограмм да там 30 это предел 30 капель иначе там будут побочные явления вот это вот не надо и вот эти препараты снимают кишечные спазмы если собаку вас корчится от боли значит прежде всего мы даем ей корвалол или на выходу на векаин говорю да это если уж пошло дальше вот волокордин корвалол даем из расчета еще раз говорю капля на 2 килограмма если собака весит полтора килограмма копаем 2 разводим чуть-чуть отливаем остальное даем здесь такой такой принцип то же самое сердце начинает задыхаться собака то же самое значит даем ей сердечный препарат то есть сердечный препарат тоже должен быть вашей аптеке конечно если кто умеет делать лик уколы то это лучше сульфа комфокаин который вообще препарат нейтрально не вызывает не аллергической реакции не вызывает нет нет это уже при сердечным при сердечной а вот при сердечной проблеме но без ветеринарного врача все-таки нужно посоветоваться до сада самостоятельно да и потом ребята я говорю что мы как-нибудь может быть с ним я вам покажу как делаются подкожные и внутримышечные инъекции собаки но на тот случай если прям вот уже прям знаете как денег нету ветеринарку тащить там же вам насчитают я делаю сама уколы вот правильно друзья кстати на нашем сайте можно заказать услугу консультации у марины где марина вам уже профиль на по вашему вопросу который вас интересует окажет вам консультацию да 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 вот так что заходите на наш сайт да ну и опять-таки если возникли вопросы и вам интересна какая-то тема которая достаточно объемная общая то пишите обязательно в комментариях пишите свои вопросы я обязательно найду время до своей занятости да да все вопросы да и вопросы что разберем эта тема достаточно сложная обширная мы предел в рамках одного интервью конечно не сможем все ее осветить мы сейчас берем только самые самые такие основные значит так аптечку мы остальное там вам подскажет заводчик подскажет ветеринарный врач но еще раз говорю перекись водорода марганцовка крахмал ой опять сейчас вспомнила ребят карвалол или волокордин навокаин и очень важный момент хозяйственное мыло 72 процентная спросите зачем лучше вот при укусах собак привыкусок собаками до человека или собака собак укусила любая вот если до крови это обязательно будет гноиться потому что во рту у собаки помойка понимаете это обязательно будет гноиться и если вы идете в травмпункт с покусами то первое что вам дают это кусок 72 процентов мыла несмотря на то что у вас рана большая вас будут заставлять мыть под краном вот этим мылом то же самое мы делаем собак да это первое средство при покусах если до крови если до крови обязательно имейте хозяйственное мыло это испокон веков и сейчас этот способ употребляется на в травмопунктах в обязательном порядке при покусах это делается я вам хочу сказать меня один раз в жизни очень сильно кусала собака причем подруги моей собака щенков охраняла своих ребят это зверская процедура с этим 72 процентов мылом я вам честно скажу но это гарантия того что не будет нагноение не у не у вас не у вашей собаки не дай бог вам попасть в укусы но тем более у крупных собак да мелкие еще вреднее знаете как у меня кобель йорка выходил я убью всех вот так вот буквально да вот и поэтому конечно тут может быть всякие эксцессы в связи с характер интерьера до вредным и то же самое у мелкая крупная собака может получить достаточные ран значительные раневые поверхности вот это обрабатывается хозяйственным мылом в обязательном порядке ой я сейчас буду вспоминать ну короче все на этом мы заканчиваем давайте мы переходим к очень важному вопросу вопроса вакцинации да давайте следующий вопрос а